всем привет с вами жака федоров сейчас короче вот мы с лошадками рядом нашли какое-то озеро среди гор прям такое вообще настолько неприметно и друзья мои короче нашли мега секретное место здесь просто куча раков мы вот это буквально за одну секунду короче я понял что они тут есть одел хитрик и сейчас пойду их искать еще больше пока выходить хороший уловчик такой тут он я разработал стратегию я под нашел так камышу их короче чуть-чуть бывает пугаю и они прыгают больших руками ловлю маленьких так пока бывает по несколько штук и путаются сейчас покажу вам какие у нас очень местно не хочу показывать потому что такие места обычно все хранят секрете друзьям расскажу а так никому не покажу смотрите как улов сейчас переберем там маленьких отпустим больших оставить раков у нас получилось очень много там около где-то четырех килограмм даже больше вот я не показывал в лове все почему потому что есть немного вот какие-то такие дебильные короче люди которые считают если ты выловил там больше 50 штук то ты браконьер там или больше 30 там по разным не понимаю зачем такие нормы короче вообще оставить если человек это может съесть он значит это ловит если он ловит больше чем он может съесть значит уже конечно вот это хуже я наловил столько сколько могу съесть я и моя семья вот а вот эти нормы это короче хрень полная я так считаю потому что на самом деле если смотреть на мерки по браконьерству они очень обширны сейчас мы будем готовить суши я взял таких вот побольше короче раков и сейчас мы сделаем именно японские короче суши и ролл так что будет сейчас классно начинаем чистить шейки мы и чуть-чуть возьмем еще с этого с клешней шейки легко достаются внутри мы их не будем вычищать этого достаточно будет я раков кушаю по-другому у меня есть отдельное видео как их правильно кушать вы можете посмотреть в этом видео вот у нас есть рис мы сварили берем сюда рис теперь мы выкладываем сюда сыр сыр у нас специальный творожный то есть это сыр идет для суши выкладываем его так не жалею так будет вкуснее ложим вот сюда огурчик наш и сюда же мы начинаем выкладывать наше мясо сюда будем выкладывать мясо с клешней которая вот такой вот порубленная мясо рака ложим очень много нам нужно чтобы это было вообще мега-мега раковая такая вот раковый ролл начинаем сворачивать теперь мы наш мега-здоровый ролл вот так утрамбовываем подтаскиваем чуть-чуть оп поворачиваем опять его утрамбовываем я конечно не спец по роллам мы делаем больше вот как суши сейчас я вам покажу тоже как ножик смочили начинаем отрезать может развалиться ну не беда мы же не суши майна а теперь мы делаем так как мы делаем всегда дома и быстро сейчас я вам покажу для этого мы формируем вот такую вот штучку хорошо плотно-плотно надо руками сформировать теперь берем много сыра сюда ложим вот так и чтобы мега нежно было ложим сюда одну роковую шейку так вот мы делаем дома все очень быстро и просто и точно такие же на вкус только в десять раз быстрее получается ну что сейчас попробуем я вам вот расскажу какие тут будут вкусовые ощущения но стопудово круто я рис на суше мы умеем делать и на роллы сейчас его запихонить надо в ручку очень нежная штука получается и шейки чувствуются вообще круто самое главное правильно варить рис мы умеем делать рис ну теперь наши короны эти мы делаем дома постоянно но сюда ложим там-то курицу-то кальмара вот эти кстати вкуснее намного они прям нежные без огурчика вообще круто друзья мои короче сегодня получилось наловить мега очень много раков у нас очень крутой сегодня у нас будет ужин я пошел искать еще дальше раков мало никогда не бывает но это не про конверсию а ну хотим сегодня прям наесться ими всполна с вами был жека федоров подписывайтесь на канал всем пока